Новое видео выходит каждый день в 20.00 Аризона, РП, говно. Именно так говорят многие люди. И когда спрашиваешь этих самых людей, мол, слушай, а почему ты считаешь топ-1 проект в Сампе говном? И, вы знаете, многие отвечают как под копирку одно и то же. Вернее, даже не многие, а практически все люди под копирку отвечают одно и то же. ДМщики, неадекваты, полное отсутствие роли плея и большое количество донатных услуг, знаете ли. И давайте вот по порядку разберем все эти тезисы с конца. Если я что-то забуду, то я не вину, а потому что додумайтесь сами до того, как бы я вот все это оправдал. Ну, я думаю, это будет достаточно несложно. Так вот, давайте уже начнем. Большое количество донатных услуг. Ну, вы знаете, тут можно привести пример, который не так давно приводил Ангел Касада, когда рассматривал новые обновления от Advanced Roleplay или что-то вроде того, вы знаете. То есть, Андрей Ринга сказал, что он не будет вводить вот какие-то там, знаете ли, вип-статусы для донатеров и все прочее. И вот Ангел Касада привел одну очень хорошую такую, знаете ли, я не знаю, как-то сатиру, там, я не знаю, гипотезу и все такое. Представьте, что вы человек, которому сложно передвигаться на своих двух ногах. Вы заходите там вот в магазин с протезами или как это все называется, с держалками вот эти, на которые ты, типа, опираешься и ходишь. По-моему, это называется протез. Могу ошибаться или как называется-то хуйня. В общем, приходите за вот этой вот палкой, на которую вы опираетесь во время ходьбы. И вот таким образом получается так, что вы ходите намного как-то лучше и все такое. Я просто, в самом деле, не помню, как эта палка называется по-нормальному. Но когда я буду уже, знаете ли, таким пожилым GTA-самп-ютубером, если я еще буду GTA-самп-ютубером, если я там не уйду куда-то в другое русло, то я, в принципе, узнаю, как называют трость. Трость, по-моему, что-то наподобие того это называется. Вот, вы приходите за своей тростью, дабы, там, знаете ли, опираться на нее и все такое. А вам говорят, что, типа, тростей там нету, типа, под ваш рост. То есть, там есть трость для роста метр сорок, есть трост для роста два метра. То есть, все, на этом заканчивается. А у вас, допустим, рост метр семьдесят. И что вам делать в таком случае? И вы знаете, Аризона в данном случае предоставляет вам все трости, которые вы только можете вот себе представить. Хочешь, там, какую-то маленькую трость тебе предоставить, хочешь, большую трость тебе все предоставят. Большое количество вип-статусов, большое количество того, что вы можете, там, знаете ли, купить на Аризона Ролеплей. И почему-то многие думают, что донат это что-то обязательное. Нет, донат это поддержка своего любимого сервера, который взамен вам что-то дает нормально, что-то вам дает хорошее, что-то вам дает какие-то привилегии и так далее. Вообще, это все добровольно и, то есть, на благотворительных каких-то началах, то есть, благотворить, ну, вы, я думаю, понимаете. Вот, вас никто не обязывает во время того, как вы заходите на сервер, что-то платить. Вы можете бесплатно играть на самом лучшем сервере в GTA Sampi, на котором играют, там, я не знаю, 10 тысяч уже человек, таких же, как и вы. То есть, и в чем проблема тогда у людей? Я абсолютно точно не понимаю. Вам, разработчики, предоставляют трости для комфортной игры, для того, чтобы вам было комфортнее играть. Но при этом экономика и все прочее вас не обязывает как-то донатить. Вас никто и ничего не обязывает на это донатить. Вы можете и без доната всего добиться. Просто с донатом это будет намного легче, вы потратите намного меньше времени. В этом весь прикол, но вас никто не обязывает. Вы можете бесплатно зайти на сервер и бесплатно на нем играть. С вас никто и ничего не потребует. Только соблюдение правил, но я думаю, что правила нужно соблюдать абсолютно везде. Типа, такой принцип демократии, мне кажется, и всего прочего Всего того, что вы можете, так сказать, подумать Того, что вы можете представить И вот всего-всего прочего Неадекватный, ой, или там как Отсутствие ролеплея Ладно, давайте поговорим про отсутствие ролеплея Потом уже перейдем к неадекватному И вот ко всему прочему Отсутствие ролеплея Вы знаете, когда у вас на сервере играет 10 человек Или там, знаете ли, 50 Или, допустим, 100 человек То, разумеется, уследить за порядком соблюдения Каких-то, там, знаете, ролевых принципов И всего прочего Намного, как бы, легче Намного, как бы, лучше И все такое Но когда у вас играет, блядь, 10 тысяч человек Разумеется А админов там всего, допустим, человек 10, 20, ну максимум 50 В лучшем случае Хотя вряд ли, конечно, там будет 50 админов Но типа того Вот админов всего 50, там, я не знаю, на 10 тысяч человек Ну даже не на 10 тысяч человек А на 1000 человек на сервере 50 админов из 1000 человек Остается дохуяще человек Остается дохуяще разнообразных ситуаций За которыми админы просто-напросто не успевают следить И не успевают делать что-то подобное И вы знаете, в 2019 году искать какой-то роли-плей и все прочее Так идите на Гамбит В чем проблема? Идите на Гамбит Типа я согласен, что формулировка роли-плей для Аризоны не подходит Вот со всеми этими квестами и со всем прочим Но кому это надо? Кому это надо? Люди сами выбрали то, где им играть Сами создали всю эту атмосферу И играют, и им это нравится И вы, я думаю, не вправе их осуждать за то, что они выбрали вот себе вот такой вот путь Поэтому я обеими руками за Аризоны роли-плей За вот такой подход к строению сервера Мне абсолютно точно не нравится роли-плей Мне не нравится дрочиться роли-плей командами Это абсолютно омерзительно Это абсолютно тошно Меня от этого тошнит, блять Поэтому, пожалуйста, не делайте подобную хуйню Не занимайтесь хуйнёй, не дрочитесь командами Если хотите дрочиться командами, идите, блять, на свой гамбит И там делайте всё, что захотите Ну в чём проблема-то, ёпта, я не понимаю Просто вот заходите на гамбит И там дрочитесь всеми своими роли-плей командами И всё нормально А предъявлять Аризоне за отсутствие роли-плея Ну извините, когда у вас по тысяче человек на каждом сервере А серверов всего 10 То как бы сложно уследить за всем За исполнением абсолютно всех правил Да и никто и не стремится это сделать Потому что все и так играют нормально В рамках разумного, в рамках адекватного И всем всё нравится Поэтому я не вижу смысла делать какие-то предъявы И всё прочее Неадекватство Опять же, неадекватство можно отнести К абсолютно любому серверу К абсолютно любой ситуации можно это применить Тем более, ну неадекваты, вы что думаете? Они есть в каждой сфере человеческой жизни Даже когда я делаю более-менее адекватные ролики В начале моей карьеры на ютубе у меня были максимально бомбящие Максимально жёсткие видеоролики Сейчас у меня ролики максимально мягкие Максимально нормальные Я стараюсь сдерживаться Стараюсь себя самоконтролировать Как-то всё такое Матерюсь поменьше Высказываюсь в сторону кого-либо поменьше Я думаю, что свобода слова Она в принципе Ну то есть, вот это вот, знаете Вот язык без костей И когда ты не лезешь за словом в карман Говоришь всё как есть Это, конечно, хорошо Но я думаю, что не в нашей стране И не при капитализме Как-то это всё говорить по поводу другого человека Когда другой человек просто может там заплатить каким-нибудь людям Чтоб тебя закрыли и сделали всё прочее Ладно, это уже не важно Неадекваты есть в любой сфере нашей жизни А тем более, когда на сервере 10 тысяч человек Уследить за каждым неадекватом сложно Но тем не менее За ними также стараются следить И их также стараются банить Поэтому в этом нету ничего плохого Если вас там как-то неадекваты И мешают вам играть Пожалуйста, идите в репорт Всё нормально А администраторы, так сказать Когда будет у них время и всё прочее Они проследят за вами Там проследят за неадекватом И сделают нужные выходы Там какие-то выборы И всё прочее и так далее ДМщики Про ДМщиков хотелось бы поговорить намного побольше Понимаете ли в чём дело? Отыгрывается же Америка А в Америке типа разрешены Оружие там и всё прочее Там неадекваты ДМщики всё такое Тоже разрешены Вот И как бы я по своей роли хочу Там расстрелять несколько людей В чём проблема? Вы так топите за роли плей Вы так топите за всю прочую хуйню Чтобы все отыгрывали свою роль Ну вот я отыграю свою роль Я убиваю человека У меня роль психопата В чём проблема? Я не понимаю То есть ДМщики Вот как-то огрызаться на ДМщиков То есть задаем его в ответ Что вот я не как-то не агитирую на нарушение правил И так далее Но в чём проблема? Типа ДМщики Охуеть на Аризоне Так много ДМщиков Ты никуда не можешь доехать Там это носи с собой ствол Блять Ой блять Я думаю что это сейчас Прерывняют к реальной жизни Блять И меня потом запекут куда-нибудь И всё будет плохо Но в самом деле Типа Я не понимаю Всё тут можно Преподнести Вот эти вот неадекваты ДМщики Отсутствие роли плей Всё можно Сравнять к тому Что онлайн Миллиардный Блять Миллионный Топ 1 проект в Сампе 10 игровых серверов Онлайн Каждый На каждом из которых Там по тысяче человек Это же охуительно Это классно Вы можете играть Вы можете чувствовать себя комфортно С вами играет много людей Сервер не пустой Создаётся ощущение того Что людей много И всё хорошо В чём проблема-то Я не понимаю Всё охуительно Можно охуительно Классно играть Можно охуительно Классно проводить Свободное время Свой досуг И всё прочее Но почему-то люди Такие типа И бля Меня там ДМят Неадекватят Не хотят роли плей Отыгрывать Так блять Жалуйся в репорт Да ладно Жалуйся в репорт На ДМщиков На неадекватов И на всё прочее Блять Отреагируют Всё сделают нормально И всё будет хорошо Всё Какой смысл Я не знаю Если у вас есть ещё Какие-то претензии К Аризоне Пишите их в комментарии Отвечу всем В комментариях Всё сделаю нормально Всё будет хорошо И так далее Я просто вам хочу сказать Что Аризона Стала топ-1 проектом В GTA Samp Не просто так То есть Не просто так Блять Случилось Это не от пизды Получилось Блять Ну в самом деле Чуваки Ну вы чё Блять Аризона Топ-1 проект в Samp И я счастлив Что такой проект существует Если бы Блять На каком-нибудь Гамбите Был онлайн 10 тысяч человек Блять Было бы ещё хуже Я вам так могу сказать Если бы там была Была открытый вход Это был бы уже не Гамбит То есть Если на Аризону Поставить ЮЦП Конечно Многие люди не пройдут Но те кто пройдут Они будут отыгрывать Роли-плей Поэтому Как бы Все претензии Абсолютно точно Как говорил уже Какой-нибудь там знаете Ярослав Брулёв Или Данте Они высосаны Из пальца Поэтому я думаю Что на этом уже Можно и Закончить Вот весь этот видеоролик Сказать Всем спасибо За просмотр данного видеоролика Ставьте лайк Подписывайтесь на колокольчик Всем Так сказать Устанавливайте подписку Всем пока А именно До свидания Ну я так уже Несколько раз говорил Блин Своровал Ответствие Как там Прощание Вот и все такое У еще одного чела Эх Что ж я такое делаю В общем ладно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok